Воскресенье Считается, что князь Юрий Долгорукий основал наш город в 1152 году. Дело в том, что первое известие о городе, не знаю какого качества, но свидетельствует о том, что город существовал в начале 11 века. Дело в том, что вот есть такая книжка, это четвертый том, историко-статистическое описание церкви-минастыри Рязанской партии, священникам Добролюфов. И говорится здесь вот такая вещь. В прямой евренской церкви сохранился камень с надписью, в которой сказано, что городец сей, Касимов назывался раньше городцом Мещерским, городец сей получил крещение в честь святого великого князя Глеба Владимировича, престол свой имеющего в Муроме. Распространение христианства в Муроме и сопредельности области Рязанской великим князем Глебом Владимировичем факт весьма правдоподобный, хотя несомненно и тот, что бещера МР-2, издавна летавшая в Касимовском уезде, доля других племен, оставалась в обораке лезвичества. Исторические факты показывают, что муромчане сопротивлялись крещению. Они не допусили князя Глеба Владимировича. Кстати, кто такой Глеб Владимирович? Единственный муромский князь Глеб Владимирович – это сын заторван на апостолу князя Владимира, который княжил Муроме с 1010 по 1015 год. Вот рамки, в которых мы уже можем начинать историю нашего города. Муром князя не пустили. И муром остался языческим. До прихода уже в конце века князя Константина, сыновья Михаила Тодоров. Их тоже в город не пустили. Но они уже опыты были военную силу, и город все-таки взяли. Причем Михаил Борисович не был в городе. То есть, понимаете, что о Муроме известно, что язычество там боролось христианство. Гораздо более позднюю эпоху известно, что Мак-2, обитавшая в Шацком районе, тоже сопротивлялась христианизацией. Был убит священно-мученик Мисаил, епископ Рязанский, Ишацкий, по-моему. При попытке крестить мордву, его убили. То есть, есть исторические факты сопротивления христианизации. Таких фактов в костюме бы нет. То есть, вообще такая, знаете ли, история такая совершенно, как бы, мраком покрытая. Кроме вот одного этого свидетельства, что сей городец просвещен святым крещением при великом глязе Глебе Владимиром Шумаровским. Раз он просвещен, значит просвещен. А во-вторых, самое малое, так сказать, мы ему, раз он просвещен был при Глебе Владимировиче, значит он уже существовал. Так что дата 1152 год, это, возможно, дата, когда долгая рука Юрия натянулась на мельчанство городца и сделала свою руку. Только всего. Но вот у нас сохранилось такое предание, что монахи, которых прислал Глеб святой, основали рядом с месчастым городцом Богоявлянский монастырь. Понимаете, смысл названия Богоявлянские? И они приехали крестить, они миссионеры. Поэтому назвать храм в честь крещения Господня очень своевременно, очень по месту, очень по делу. И там же появился Георгиевский храм. Это говорит о том, что это достаточно старое место. Потому что Георгиевские храмы строились вскоре после построения великим гнязем Ярославом Мудрым Георгиевского храма в Киеве. Храм, освящение которого, после него праздновали, это осенний Георгий или июль в день. После этого во всех городах стали появляться Георгиевские храмы. Значит, Касимов тогда уже существовал. Значит, не Касимов, конечно, а Мещерский городец. Существовал и получил Георгиевский храм. Так вот, наш городец на мысу, на доконе. И рядом монастырек с Богоявлянским и Георгиевским храмами. Вот первоначальная христианская история. И вообще история города. Следующий этап, это, конечно, разорение города в 1376-1870-х годах. И построение нового города после Кульковской битвы. Новый низовой город. Кажется, Нижний Новгород появился позднее. И, видимо, городец Волгский и подражание городцу Мещерскому. И Нижний Новгород подражание нового низового города. Аку осваивали и Волгу осваивали русские люди. Так вот, значит, от нового низового город в 15 веке был отдан Касиму, сыну первого казанского хана, которого брат чуть было не убил. Этот его брат убил своего отца и старшего брата. А два других его брата, Касим Якуб, сбежали. Спаслись от него и стали пондами Василия Тёмного. И с ним воевали. И самое старое здание города, это минарет, сохранившийся, датируется 1476-м, что ли, годом. А рядом Тетия, или Мавзолей, хана Шахани, датируемый 1555-м годом. Вот, значит, мусульманская, так сказать, татарская часть истории наиболее оснащена документами. Потому что это был очень сложный такой момент. Игра дипломатически была такая. Этот вот город и царство были показателем того, что ждёт мусульман, татар, в московском царстве. И у них будет самостоятельность, у них будет почёт, у них будут подданные. То есть это игра была такая. Привлечение отскоков Золотой Орды в состав московского государства. Но потом при Петре, повернувшем свою политику на Запад, татарство... Ещё раньше было ликвидировано татарское царство в Касиме, и Касиме стало обычным торговым русским городом. И вот уже вот в этом, в 17 веке, в начале, до того никаких нет документов о церквах, о том, что... Как жило здесь русское или мещерское население, никаких сведений нет. А в 1622 году были созданы так певцовые книги. Опись всех городов, церковных зданий, гражданских зданий, количество жителей, сколько там педеных главок и прочее, 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 прочее. В общем, и по этим певцовым книгам оказалось, что в нашем городе существует восемь приходов и один монастырь. Один монастырь почти без монахов, пустующие кельи. Это мужской Никольский монастырь. Я сейчас Никольский только. Там был Никольский монастырь. И зарождающийся женский монастырь, казанский. Эти приходы не могли сразу после татар появиться. Ясно, что они существовали все время существования города. Кстати, с историей казанского монастыря связана история последней ханской семьи нашего города. Дело в том, что последний хан, полнобласть этот хан Арслан, был последним мусульманином в этой семье. Его сын Василий Арсланович, Сейнбург хан Арсланович по-татарски, принял крещение. И Касимовскому мусульманин татары не захотели считать его своим ханом. И просили Москву, чтобы вместо Василия ханшей была Фатима, его мама. Был такой у нас отец Николай Арсланов, который считался бы прямым потомком Арслана. Отец Николай уверял, что Фатима была православным человеком. Но имя ее православное не сохранилось. И ее согласились мусульманин принять как своего хана, потому что у мусульман религиозная принадлежность женщины считается по ее мужу. Раз хан Арслан умер мусульманином, значит Фатима имеет право быть ханом Ширкасиме. А Василий, поскольку принял христианство, такого права не имеет. Вот у этого Василия был еще сынок Яков Василич. Яков Василич, внук Арслана, внук Фатимы. Яков Василич получил от казанской иконы, которую стареца у Сирия, основательница казанского монастыря, привезла из Казани. Это очень тоже интересная история. Эта стареца семь лет валяла ногами и почти еле-еле передвигалась. Ей было сонное медение, что она должна прибыть в Казань, и там к лавке, а с кумбой, до свидания, что торговца мукой, она должна приобрести для Касима икону казанскую. Эта с помощью своих сыновей, вдова Кусиня, еле-еле водным путем добралась до Казани. Там прокор и флор просынули были. Добралась до Казани. И эту лавку нашла, и икону выдала. И просила ее продать. А купец говорит, кто и откуда. Она говорит, у Синия с Касимова. Говорит, я в сонном гудении получил наказ отдать эту икону старец Устинец Касимова. Вот эта икона была отдана и старец Устинец Касимова. И Устиня из Казани уже пошла пешим ходом. В Макаревский монастырь у Нижнего Новгорода, где получил икону Макаревского Ужинского, Новгородского, Нижгородского. И также пришла пешком в Касимов. Касимов эту икону торжественно встречали. И она стала строить монастырь, не имея средств. Средства для построения монастыря ей дала ханская семья. Фатима и ее дети. Так вот, этот мальчик-то, Яков Васильевич, получил исцеление от этой иконы. И стал очень почитать икону и монастырь. Всю, что ему выделили, когда он стал взрослым, все его имение он надал монастырю. За его православное усердие фанатики-мусульмане его избили. И оставили лежать на улице. Он еле добрался до ближайшего дома, ему показали помощь. Но он вскоре умер от побоев или еще от чего. И был похоронен в монастыре. Над его могилой была устроена часовня. И на этой часовне, у этой часовни двери почти не закрывались. Приходили люди и служили панихиды. И получали исцеление. Это местно чтимый святой, царевич Иаков. В наше время Костивов, конечно, дал очень многих святых. Здесь люди, отрекшихся от Христа, почти не было. Правда, не было и таких ужасных вещей, как, знаете ли, гунты, против азиатия. У нас смиренный, смиренный народ. Мурома – это бунтовщики. А рядом, чуть-чуть, сюда повыше по оке, очень смиренный народ. Покорно принимали от властей, что власти дадут. И вот у нас много новомучеников и исповедников. Мощи одного из них, протерея Фергия Продолюбова, лежат в Троевском храме, где он был 12-летним настоятелем. А первым новомучеником был отец Матвея Рябцев, третий священник Вознесенского собора. Дело в том, что после бунта, который устроили в Доховителе были окрестные татары, богатые, бунта против советской власти, прибыл отряд латышей и устроил карательные такие акции. И в этих карательных акциях были расстреляны или зарублены, кто говорит так, кто говорит так, несколько человек, в том числе отец Матвея Рябцев, священник Вознесенского собора. Надо сказать, что он пользовался в городе огромным авторитетом, и даже главорезы Кокорева это уже наш местный был. Кокорев возглавлял карательных отрядов. Так вот, этот Кокорев, его головорезы, они говорят так, где действовали, кого-то репрессируют, забирают, его богатство не пробивают. Так вот, отец Матвей, кажется, выразил протест свой против такого безобразия. Так арестовать его, его солдаты отказались. А по другим сведениям, они сказали, отец Матвей, уезжай куда-нибудь, мы скажем, мы твой дом не застали. Он говорит, нет, я лукавить не буду. И пошел с ними. И расстреливать его они тоже не стали. Застрелили его сам Кокорев. А потом заболел какой-то злокачественной волчалкой, что ли называют это болезнь. У него гнило лицо, и в мозгу был гной, и в ранах на лице были черви, копошились. Отцем Рада его не могли лежать в общей палате, который лежал в больничном коридоре. И, говорят, кричал на всю больницу, отец Матвей, прости. Отца Матвея расстреляли осенью 18-го года, а в апреле, и в апреле до 19-го года скончался Кокорев. Интересно то, что Кокорев похоронен около собора, в сквере, а отец Матвей на городском кладбище, мимо его проход улицы, Кладбищенская, который кладбище Рубского в стороне, а вот Натарская упирается из улицы. Ее назвали улицей Кокорева. Очень знаменательно. Так на память о случившемся здесь вот расстреле. В 1940-м году Кокореве осталось трех действующих храмов. Никольский, Владовещенский, Ильинский. Я уже был свидетелем того, как батюшка выходил на обгон и говорил, православные, мне прислали налог, который я заплатить не могу. Помогите, кто чем может. И ходили люди с решетами, обшитыми матерями. И бросали люди деньги. Потом у ящика эти деньги считали и тут же шли сдавать за налог. Через некоторое время, через месяц положим даже скорее, снова православным мне снова налог прислали. Помогите, вот так вот жертвуя, держали храмы. И все-таки потом посадили всех троих за неуплату налогов. На год. Вот отец Михаил Спиранский и отец Сергий Скачков, Благовещенский, Ильинский, батюшки, перед самым окончанием срока были из Рязанской тюрьмы отправлены в Оренбургскую область. Чкаловскую тогда. И там выпущены, сволили, писали по письму по его родным и пропали. Видимо, были выпущены в таких условиях, что выжить не смогли. А третий священник, отец Яков Светков, наш Никольский, у него ясмы на ногах были. И он, когда выгнали на этап, сказал, убивайте меня здесь, я никуда идти не могу. И его отправили обратно в камеру. А потом выпустили. И он на... доотопал пешочком до вокзала на противоположной стороне Рязани, Аки, там был узкоколей, вокзал узкоколейки. На этой узкоколейке доехал до Тумы, это населенный пункт в 60 километрах Красимова. И оттуда от деревни к деревне чуть ли не целый месяц шел пешком домой. Но когда Никольская церковь открылась, он здесь служил. До выхода за штаты. И хоронили, вопемали в этой церкви. Кстати, в нашей церкви один год прослужил в всей стране известный архиматрит и авторе святкин. Он служил в нашей церкви с праздника Среднего Господня в 66-го года до праздника Среднего Господня в 67-м году. Есть книжечки такие, они житие блажен Матонин Глебский. Кстати говоря, эту книжечку отредактировал и добавил вот эти факты мой племянник. А писали два моих дяди. Иерей Николай, священник Казанского монастыря. Его старший брат Владимир, он не стал священником, но кончил Киевскую духовную академию. Так вот, эти два человека написали жития царевича Якова отцовика Петра старец Усть-Сирии, все, что знали, собрали и блаженной Матроны. И местный наш краевед попросил эту книжечку ну рукопись, подлегчить. И вскоре после этого арестовали обоих писателей и тех, кто им помогал. А блаженная Матрона по этой книге вот кратко ее житие таково. Она как в детском возрасте болела оспой. И мама ее помыла. Кстати говоря, родители у нее были вопиухи. Особенно отец. И жестоко очень обращались с детьми. Мама ее помыла. От этого она осветла. И поскольку она была старшей в семье, ее заставляли нячить братика. она его нечаянно вронила с крыльца. Мать ее так жестоко избила, что она с тех пор не росла и не могла двигаться. Особенно левая рука была скручена, повреждена. Игнули были повреждены. И уже взрослая старушка ей шире платья 91 сантиметра. Хватало. Она всю свою жизнь пролежала в таких окроватках коробочках. И когда она я точно не могу сказать когда ей исполнилось 17 лет или когда она пролежала 17 лет пришел к ней сосед пильщик который специально такие знаете разгоняют бревна на доски на валафеты на тез то есть еще тяжелая работа. Он говорит матреша ты вон сколько 17 лет лежишь наверное 17 лет лежала уже ты наверное богу угодно у меня спина болит врачи не помогают подри мне спину может пройдет она ему потерла спину спина пошла пошла работа услыхал другой сосед у него 12 человек детей он пришел матреш помолись чтобы у нас больше детей не было у них рождение день прекратилось и по этим двум фактам к ней пошел народ не было ну в 36 что ли году арестовали она там начала молиться начали чудеса исцелений в тюрьм в тюрьм в тюрьме и ее отправили в богодельню вот и богодельня расхончалась надо сказать что косимов с реки очень красиво выглядела банорама такая что церкви самая высокая вертикаль это колокольный забор рядом успенская церковь чуть пониже благовещенская церковь дальше татарские гора дальше георгиевская церковь ленинская церковь здесь не польская церковь монастырь и троевская вот таким знаете вот как бы аппетит театром гор из реки и вот таким с возглавлением соборным церкви постепенно понижаясь к краям гор очень было красиво а когда сломали колокольную это вот завершение так сказать архитерное ничто жилось храм этот имел очень много куполов и куполков вокруг основного купола еще было четыре вспомогательных и около двадцати маленьких куполочков было над каждой вертикальной колонной храма ну и конечно была колокольня которая соединялась с храмом крытой галереи через которую входили в храм колокольня была очень высокая где-то около семидесяти наверное метров и начальные годы советской власти у нее сломали верх и превратили ее в парашютную вышку и в таком вот видите как парашютная вышка эта колокольня простояла где-то до шестидесятого года когда опять было усиление такой гонения или борьбы с религией было постановление городского совета о том что эту колокольню разобрать с тем чтобы кирпич использовать для укрепления на обережной но оказалось что кирпич этот почти ничего взять не удалось но колокольню сломали и вот после этого начали это здание готовить спортивную школу и вот накануне приезда Патриар многие косимовцы приходили помогать выносить грязь много десятков грузовиков отсюда ее было вывезено скоблили эти полы старые которые здесь были как раз может быть те самые кто в свое время бегал здесь в школьные годы это и как в спортивной школе и подъем такой был необыкновенный люди с большой радостью помогали послал бог людей которые решили помогать возрождении этого храма начинали мы с того что поставили наверх крест и главку поменяли окна а тут подошел год юбилея города Касимова и мы узнали что согласился святейший патриарх Алексей согласился приехать в Касимов тут тут конечно работы резко усилились стали помогать и другие люди и за наверное полгода первые полгода 2002 года была проделана огромная работа так что этот храм превратился и спортзал в храм то что конечно я никогда не ожидал что попаду в этот храм где служил прадед но так вот Бог привел здесь служить я не знаю у меня с детства были воспоминания о Покровском храме в села Маковеево это где дядя папин брат служил у них в крыльце были цветные стеклушки мне всегда не очень нравились на них смотреть эти стеклушки вообще какой-то необыкновенный вид да и когда я вдруг в магазине в Рязанском где служил в Рязани служил увидел что продает цветное стекло то я сразу купил что-то много этих стекол и они у меня просто стояли без дела часть покололись там еще в Рязани часть в пути но то что осталось хватило как раз чтобы здесь в этом Успенском храме сделать вот этот рисунок на окнах очень интересно мне рассказали историю недавно как человек который разбирал он и его сына разбирали он был очень хороший печник в частности каменщик и вот бабушке печку сложил она ему угощение поставила бутылочку он выпил и начал хвалиться что вот я собор ломал а Бог меня наказал а бабушка такая божья дувальчик такая ласка не волнуйся накажет накажет вот и тот кто мне рассказывал что действительно что наказал Бог и что плохо они кончили и отец и сын которые в этом деле участвовали потому что я знаю многие отказывались даже под угрозой того что улицы работы отказывались ломать храм другое дело что там конечно с каких-то с предприятий снимали уже на разборку вот того мусора который остался от взорванного храма вот я не думаю что это здесь можно их оценить как участие так сказать в разорении там что уже было разорено а вот именно те кто лез срезать кресты те кто лез вот на эту на высоту для того чтобы храм сломать очень многие люди отказывались и множество примеров того что те кто согласились они Бог их наказал перед всеми людьми было очевидно что делать этого нельзя когда нарушаем то соответственно иконы уничтожались иконы боюсь их как-то не набрать из храма с которого эта икона которая дискульптура была вытрашена иконы женщина подобрала и хранила в себе а затем спустя сколько-то лет передала вот этой Евдокии причем Евдокии это было так что эта женщина говорила что когда эту икону пытались когда скульптуру пытались разрушить разбить то в месте удара появлялась кровь на ней она говорит я так в простоте душевной думала чем-то она красным испачкана и красочкой это все закрасила вот она в Новоплеты живет Печер Псковский живет и когда открылся Успенский храм то ей был бог савлиной и она нам отдала святителя Николаевского храм среди насущных проблем нашего времени с особой остротой стоит вопрос о нравственном воспитании молодежи и юношества от того каким она будет подрастающим повалением наше каким выйдет она в жизнь зависит будущее нашей земли ее природа ее люди ее облик и настоящая наша встреча глинские глинские чтения чтения посвященные сорокалитию пасырского служения Сергея Мадрида Иоанна также это тоже тревожный звук Туанна Иоанна и ваше присутствие здесь подрешить рассматривать как общая забоченность о судьбе России судьбе наше имя Он мигла с умоления моего. Нельзя воззвать и мне к тебе услышим о Господе. Да исправится молитва моя, я покодила пред тобою. Вот деяние руку морею, жертва вечерняя, услышим о Господе. Царю небесы, утешителю души истинны, ниже везде сын, и вся исполняя сокровища благи. И в жизни подателю приди все лица мы, и очень сильны от всяких успехов, и спаси блаже души наша. Царю небесы, утешителю души истинны, и живи везде сын, и вся исполняя сокровища благи. И в жизни подателю приди все лица мы, и очистены от всяких успехов, и спаси блаже души наша. Царю небесы, утешителю души истинны, и живи везде сын, и вся исполняя сокровища благи. И в жизни подателю приди все лица мы, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Царю небесы, утешителю души истинны, и живи везде сын, и вся исполняя сокровища благи. И в жизни подателю приди все лица мы, и очистены от всяких успехов, и спаси блаже души истинны, и спаси блаже души наша. Царю небесы истинны, и все исполняя сокровища благи. И жизнь неподателю Приди вселися вны И очистины от всякие скверны И спаси блаже Душе нашу Царю небесны, утешителю души истины И же везде сыпься, исполняя сокровище благих И жизнь неподателю Приди вселися вны И очистины от всякие скверны И спаси блаже Душе нашу Царю небесны, утешителю души истины И же везде сыпься, исполняя сокровище благих И жизнь неподателю Приди вселися вны И очистины от всякие скверны И спаси блаже Душе нашу Царю небесны, утешителю души истины И же везде сыпься, исполняя сокровище благих И же везде сыпься, исполняя сокровище благих И жизнь неподателю Приди вселися вновь Приди вселися вны И очистины от всякие скверны И спаси блаже Душе нашу Царю небесны, утешителю души истины И же везде сыпься, исполняя сокровище благих И жизнь неподателю Приди вселися вны И очистины от всякие скверны И спаси блаже Душе нашу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Старинная русская поговорка гласит Не стоит город без святого, а село без праведника Таких святых в сердце России, граде Москве, за всю ее историю было очень много Недалеко от сердца Москвы и России и Древнего Кремля С его Успенским, Архангельским и Благовещенскими соборами Расположен старинный московский купеческий район Замоскворечья Сохранивший еще и до ныне дух и облик той старой благочестивой православной купеческой Москвы Вплотную к Замоскворечью примыкает Даниловская слобода Именно здесь, на окраине тогдашней Москвы, рядом с Донским и Даниловским монастырями Основанным еще благоверным Данилом Московским И расположилось Даниловское мемориальное кладбище А ведь Даниловское кладбище прежде славилось своим особенным, третьесословным колоритом Впрочем, не вполне утраченным и до сих пор Кладбище не распланировано правильными дорожками Отчасти это мешало расположению его на изрезанной оврагмой площади А отчасти и простая традиция, по которой все наши русские православные кладбища не распланировались От купеческого прошлого здесь теперь немного осталось Хотя вокруг церкви еще попадаются захоронения даже первой половины 19 века А когда-то здесь был похоронен цвет московского купечества Не найти теперь на кладбище могил известных московских купцов Солодовниковых, Головтеевых, Лепешкиных Иждивением которых на кладбище в 1832 году была построена каменная церковь Сошествие Святаго Духа Но самым, пожалуй, знаменитым купеческим захоронением на Даниловском кладбище А может быть и во всей Москве Был участок литиковых, самих братьев Павла Михайловича и Сергея Михайловича Основатели лучшей в мире картинной галереи русской живописи И их родителей Но теперь их могил на Даниловском кладбище не найти В 1948 году останки обоих братьев, а также жены Павла Михайловича Были перенесены на Новодевичье мемориальное кладбище В советское время на кладбище хоронили, конечно, уже без разбора социальной принадлежности покойного И все-таки громких имен здесь как не было, особенно прежде, так почти нет и теперь Разве что совсем единицы СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Первая церковь на Даниловском кладбище была деревянной Ее осветили в 1772 году во имя священномучеников херсонских Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафадора Новый каменный храм строился с 1829 года по 1838 год Главный престол посвятили сошествию святаго духа А пределы – успению праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы и священномучеником Херсонским Большую часть средств на возведение здания пожертвовал купец Семен Логинович Лепешкин Церковь построена по проекту известного московского архитектора позднего классицизма Шестакова И представляет собой небольшой трехчастный храм Компактная центральная часть перекрыта невысоким куполом на воробане А трапезная соединена с высокой двухъярусной колокольней Песня «Воскресенье Твоей Христической Спаси» Внешние архитектурные формы и детали очень лаконичны и строги, интерьер же впечатляет богатством церковного убранства, а главное – сохранностью и подлинностью первоначального декора. В этом смысле у храма счастливая судьба, ведь он в числении многих не был закрыт в советское время и не подвергся разорению. Сохранился великолепный классический главный иконостас редкого насыщенного цветового сочетания – зеленого с золотым. Стенопись представляет собой характерный для ампира образец органичного сочетания евангельских сюжетов и декоративной грязальной живописи. В храме много старинных икон, резных позолоченных киотов. За время своего существования храм, конечно, неоднократно поновляли и реставрировали. В 1901 году усердием ктитора Чернова и благотворителей был сделан пол из разноцветных каменных плит, а в алтаре – паркетный, вновь вызолоченный коностас, отреставрированную живопись на стенах. В храме в 1930-е годы не прекращались богослужения. ПЕСНЯ 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 Но если на Даниловском кладбище почти нет знаменитостей светских, известных мирян, то для людей верующих, воцерковленных, Даниловское кладбище, возможно, является одним из главных мест паломничества. Столько здесь, по мнению православного человека, находится захоронений и достойных почитаний. ПЕСНЯ Кажется, самой посещаемой не только на Даниловском кладбище, а и во всей Москве в последние годы 20 века, стала скромная могилка Матрёны Дмитриевны Никонова, блаженной стареца Матроны. ПЕСНЯ Названный в своё время Иоанн Конштадтским восьмым столпом православия в России и причисленный недавно к лику святых, всякий день и особенно по праздникам у могилы собираются десятки и сотни паломников. Могила Матушки Матрона отнюдь не единственная на кладбище захоронений, почитаемая православными верующими. Даниловское кладбище по числу таких захоронений рекордсмен. Их здесь 17. Особенно много паломников бывает на могилах афонского старца Аристоклия, скончавшегося в 18-м году, и его ученика, старца Исаия, скончавшегося в 1958 году. Есть свидетельства об их чудесном заступничестве за своих молитвенников. Как рассказывают работники кладбища, они заметили удивительную примету святости этих почитаемых могил. Там обычно сидит кругом много птиц, как правило голубей, причем они совершенно не боятся людей. На кладбище было похоронено много московских и подмосковных священников. Вот только некоторые надписи на крестах и памятниках на могилах духовенства. На 7-м месте погребено тело раба Божия Московского чудового монастыря Игумена Герасима. Игумен Евера Победимская, настоятельница Московского Новодевичьего монастыря. Ректор Московской Духовной Академии и Семинарии, настоятель Московского Николы Кузнецовской Церкви, протерей Александр Павлович Смирнов. Схиархимандрит Московского Покровского монастыря Филипп Иона. Всех могил лиц духовного звания вокруг Свято-Духовской Церкви насчитывается не один десяток. Похоронены тут и архиереи, архиепископ Иннокентий Ястребов, настоятель Донского монастыря, епископ Визняковский Николай, митрополит Петерим и многие-многие другие. В последние годы Даниловское кладбище стало сильно меняться, и при этом оно все больше теряет свою характерную очаровательную провинциальность. Становится все более цивилизованным, более столичным. О ней известно, что еще лучше – вычурная строгость и порядок, как на Авадеевича, или приятная традиционная русская запущенность, как на сельских и ревенских поглостах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Известный теперь на весь православный мир блаженная старица Матрона, Матрона Дмитриевна Никонова, родилась в 1881 году в селе Себино, Тульской губернии. Родители Дмитрий и Наталья – крестьяне. Были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей – двое братьев, Ивана Михаил, и две сестры – Мария и Матрона. Матрона была младше. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим в церкви. Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезни и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К СБ Никону шли люди, тянулись под воды, телеги с больными из окрестных сел и деревень со всего уезд. На 17-м году жизни Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была сидячей. И сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживет до конца своих дней. В этом огромном столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры духовно больных людей с отравленным сознанием. Живя около трех десятилетий в Москве, она совершала то духовное молитвенное служение, которое многих отвратило от погибели и привело ко спасению. Москву Блаженная очень любила. Говорила, что это град святой, сердце России. В Москве она скиталась по родным и знакомым, по домикам, квартирам и подвалам. Почти везде Матрона жила без прописки. Несколько раз она чудом избежала ареста. Внешне же ее жизнь протекала однообразно. Днем прием людей, а ночью молитвы. Подобно древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему. А дремала, лежа на боку, на кулачке. Так проходили годы. Помощь ее людям была бескорыстной. Она ни с кого ничего не брала. Молитвы Матушка читала всегда громко. Знавшие ее близко говорят о том, что молитвы ее были известны, читаемые в храме и дома. Отче наш, да воскреснет Бог, Господи Вседержителю и другие. Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. Исцеляя недужных, Матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. Она просила людей исповедоваться и причащаться святых христовых тайн. Живущих в браке, она благословляет обязательно венчаться в церкви и всем обязательно носить нательный крест. Помогала Матрону и тем, у кого не владилась семейная жизнь. Матушка не проповедовала, не учительствовала. Давала конкретный совет, как поступить в той или иной жизненной ситуации. Молилась и благословляла. Исцелений по ее молитвам было много. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. А она обессиленная, только вздыхает и молится ночи напролет. До последних дней своей жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. 2 мая 1952 года она почила. По ее желанию, она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу. Там находился один из немногих действующих московских храмов. Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе, как угодницы Божией. Более чем через 30 лет, после кончины матушки, ее могилка на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы. Куда приезжали и приезжают люди со всех концов России и из-за рубежа, со своими бедами и болезнями. Матрону узнают десятки тысяч православных людей. Матронушка, так ласково называют ее многие. И она так же, как при земной своей жизни, помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верой и любовью просит о ее заступничестве и ходатайстве перед Господом, которому блаженная Старица имеет великое детсновение. Одним из оснований для канонизации святых является почитание народное и чудеса, которые происходят у мощей подвижников веры и благочестия. И вот в почитании Блаженной Матроны мы видим огромное народное почитание. Люди из разных мест приходят, чтобы поклониться этой подвижнице веры и благочестия, и по вере получают просимое. И не скончаем поток православных верующих, которые идут к святым мощам Святой Блаженной Матроны Московской. Птички поют, такая обстановка, голуби, целая большая стая. Какая-то природа, благодать какая-то здесь чувствуется. И то, что, может быть, мы перенесли мощи туда, в монастырь, я думаю, что здесь благодать осталась, и она чувствуется такая. И помощь Матронушке ощущается. Я вот обращался при каких-то своих жизненных сложностях, и я чувствовал помощь ее, моля такую духовную. Какие-то необычные происходили события, которые мне помогли решить мои жизненные задачи. Блаженная Московская Матрона. А вы присутствовали вот когда... Да, вот когда ее было захоронение, я еще работал в редакции. Я не был рукоположен, и редакцию главлял Алексей Иванович Георгиевский, наш преподаватель тогда литургики. И вот он мне посылает, что отпевали ее в церкви резоположения рядом с нашим храмом. Ну, народу, как я тут смотрел здесь, народу не было такого большого количества. Ну, приходили, в общем, сложности там, ну, может быть, было человек 20, 25, ну, 30 от силы. И все. И после захоронения эти люди, может быть, приходили, но это все было одиночное посещение этой могилы. И вот когда была канонизация, то, конечно, здесь сыграла большую роль вот эта вот известность, благодаря брошюре, выпущенной женским Галутинским монастырем. Я несколько раз посещал эту могилу, просто после службы. То вот эта таинственность, она обреталась и на могиле Матроны, и у Аристокля. Какие-то исходили, вроде бы, благодать исходила от этих общих могил. Покровский женский монастырь. Именно сюда, в 1998 году, после обретения, и были перенесены мощи Блаженной Сталицы Матроны. Здесь они почивают и до ныне. Тысячи верующих ежедневно приходят поклоняться мощам и попросить помощи у Святой Блаженной Матушки Матроны. Сегодня большое событие. Мы празднуем десятилетие со времени прославления, со времени канонизации Святой, Правенной, Блаженной Матроны Московской. Святой, которая была окружена почитанием еще при жизни и тропа к могиле которой никогда не зарастала. Мы празднуем почитание той, которая задолго до официальной канонизации Церковью почиталась таковой верующим народом. Святая, Правенная, Блаженная Матрона помогает нам понять, как мы должны жить в условиях богатства и немощи. ее жизнь помогает нам понять, что самое главное это наша способность через веру горячую и искреннюю открыть свое сердце Господу, пустить Его в это сердце, потеснив свое собственное Я, свое упование на человеческую силу, явив Ему в смирении свою немощь, в радостной покорности отдав Ему свою волю и подчинив этой воли свои человеческие деяния. Святая, Правенная, Блаженная Матрона может быть, сегодня привлекает к себе и бедных, и богатых именно тем, что в жизни своей явила истинную веру и способность жить с Богом, в Боге и во имя Божьем. Пусть же пример Святой, Праведной, Блаженной Матроны всех нас вдохновляет на праведную жизнь, помогает бороться с опасными стереотипами современной псевдокультуры, которая навязывает нам иной образ жизни, которая предлагает нам опираться исключительно на человеческую силу и употреблять все свое время к тому, чтобы наращивать эту силу. Пусть Святой Пример, Праведной, Блаженной Матроны поможет нам оттереть истину от лжи, путь спасения от погибели, подлинную силу от ложной силы человечества, которая по сути является той слабостью, которая никогда не привлекает силы Божией. Аминь. Иеромонах Аристоклий был строителем Афонского подворья в Москве на Большой Полянке в его первоначальном виде, а позже с 12-го года в перестроенном более крупном комплексе зданий. Трехэтажное каменное здание сохранилось до настоящего времени. На верхнем этаже заботами старца Аристоклия была устроена домовая церковь в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница, которую осветил святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. В этом же здании находилась на верхнем этаже кельи иеросхиммонаха Аристоклия, которую он принимал посетителей. Это был неутомимый труженик на поприще духовного кормления православных людей, до последних дней своей земной жизни служивший делу спасения страждущих, немощных и обремененных разными тяготами житейских невзгод. Это был опытный старец, обладавший дарами прозорливости и чудотворений. Его и евангельская жертвенная любовь притягивала души самых закостенелых грешников. От него исходила благодать, умиротворяющая дух всякого потерявшего был смысл жизни человека. Преподобный Аристоклий блаженно скончался 24 августа в своей келье на полянке, сидя на одре, последний раз обратив свой молитвный взор на им горячо чтимую святую икону скоропослушницы, трижды истово перекрестившись большим крестом, он тихо предал свою душу в руце Божией. Тело праведника было погребено под сенью его детища храма скоропослушницы в подвальном помещении. Почитатели старца могли в любое время прийти и помолиться у его могилы в усыпальнице. В 1923 году гроб с телом старца был перенесен на Даниловское кладбище, как об этом предсказывал в свое время сам праведник. После кончины святого старца Аристоклия чудеса на его могиле не прекращались. Поток почитателей к могилке праведного старца Аристоклия на Даниловском кладбище не иссякает в течение всех восьми истекших десятилетий. Уже нет живых современников старца, его усердных почитателей, но все новые и новые поколения русских православных христиан узнают о чудном старце, с верой приходят к его месту погребения, возносят теплые молитвы ему, тихо шепчут свои острые нужды и, конечно, не уходят без надежды на помощь. Именно услышанные прошения умножали и умножают число почитателей в блаженной памяти. Негасимая надгробная лампада свидетельствует о непрекращающейся духовной жизни, связи в общении праведника с его земной паствой. Высший дар любви его к людям приносит обильные плоды до сего времени. Чадо мое возлюбленное говорит угодник Божий, если бы ты знал, как мне хочется спасти вас, пусть Господь вас спасет, только бы вас к нему привести, только бы вы спаслись, нет у меня большей заботы, как только привести вас к Господу. И нет серьезнее дела на земле, как спасение души. Весь мир не стоит одной души, работающей Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сзади меня находится Афонское подворье в Москве. Именно сюда и были перенесены мощи после их обретения с Даниловского кладбища. Блаженный старец Аристотель ныне почивает в храме. И сотни верующих, как и прежде, могут прийти и поклониться его святым честным мощам, попросить его помощи, утешения в скорбях и болезнях. Еще в 1982 году, я не зная того, проживала на афонском греческом подворье. И только где-то, наверное, спустя лет 15 назад, прочитав одну из православных книг, я узнала, что батюка Аристокли похоронена на Даниловском кладбище, где оказалось и мое жилье тоже рядом. Я проживаю рядом с Даниловским кладбищем. Это настолько поразило меня. Как-то было очень благодатно, радостно. Но я поняла, что это особый какой-то промысел Божий. И я стала ходить в храм со шествия святого духа. И по возможности всегда старалась заходить на могилку к батюшке. Вы знаете, здесь какой-то особый мир. Тишина, радость, благодать, мир на душе. Потом у меня очень много было сложностей в жизни. На моем попечении было двое очень тяжелобольных. И батюшка, как-то невидимо, помогал мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиционно на православных кладбищах, в центре кладбища находился храм. Потому что русский человек всегда понимал, что он на этой земле всего лишь гость. Поэтому и кладбища у нас всегда назывались погостами. Гроб у нас всегда назывался домовиной. А смерть называлась блаженным успением. То есть человек засыпал на какой-то период до того момента, как случится второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа и всеобщее воскресение с родственниками. Поэтому кладбища не рассматривались как музеи. Они не планировались специально, не были рекуреальными. И для нас традиционно такая вот архитектура кладбища, такого деревенского, когда здесь растут деревья, нет регулярных дорожек, и все места здесь регулярно не распланированы. Меня переводят из храма Воробьевы горы вот именно в этот храм сошельствует так и духа. Тогда он назывался просто Свято-Дыховской храм на Заниловском кладбище. Это было в 1966 году. Значит, теперь уже мне более 40 лет я настоятелем в этом храме. ПОЁТ 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 Господь, Господь, Новосвятая, Господь Таинственная, Господь Всечестная, Господь Христос избавите, Господь Непорожная, Господь Великая. По учению Русской Православной Церкви, земная жизнь человека является подготовкой к жизни в будущее. И что человек посеет здесь на земле, то он и пожнет в вечности. Земная жизнь человека – это всего лишь маленький отрезок времени, длиной в 70-80 лет, который дает возможность каждому из нас подготовиться в меру своих сил к встрече с Богом. Центральным местом в Евангелии и во всем учении Православной Церкви является приход Спасителя на землю, воплощение его от Пресвятой Девы Марии, крестная смерть за грехи всех людей, сошествие его ад и победа Бога над делом и смертью. Смерть и ужас с нею связанный, давляющий над всем человечеством до пришествия Христа Спасителя, был упразднен славным Его воскресением из мертвых. Миллионы православных верующих тысячу лет на русской земле слышали и слышат огласительное слово Иоанна Златоуста. Никто не рыдая своему божествию, ибо для всех настало царство. Никто не плачь о грехах своих, потому что из гроба воссияло прощение. Никто не бойся смерти, ибо освободила нас, спасла смерть. Объятый смертью он угасил смерть. Сошет во ад он принял ад и огорчил того, кто коснулся его плоти. Предвосхищаясь ей, Исаия воскликнул, ад огорчился, встретив тебя в преисподних своих. Огорчился ад, ибо упразднен. Огорчился, ибо осмеян. Огорчился, ибо умершлен. Огорчился, ибо не зложен. Огорчился, ибо связан. Взял тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в нем небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе. Ибо Христос, восстав из гроба, первенец из умерших. Ему слава и держала во веки веков. Аминь. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и пали демоны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok